Стать защитником Родины – это долг каждого мужчины. Только действительно смелые, решительные и волевые люди способны взять ответственность не только за себя, свою семью, но и за страну. Воспитание настоящих мужчин начинается в семье, школе и, конечно же, в спорте. А тех, кто борется до конца и не сдается, смотрите в нашем следующем сюжете. В годы Великой Отечественной войны на фронт отправилось 23 тысячи славянцев, 11,5 тысяч пали смертью храбрых. И сегодня наши ребята по зову Родины отправляются защищать интересы страны в зоне специальной военной операции. К сожалению, некоторые из них уже не вернутся. В память о героях сегодняшнего времени в станице Анастасиевской был проведен первый традиционный турнир по греко-римской борьбе, на котором вспоминали земляков, погибших в зоне СВО. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за группе своя. И вот наши ребята, вот сильные духом, любящие станицу, любящие свою Родину, вот жили здесь, занимались спортом. Но когда нужно было встать на защиту своего Отечества, сохранить русский мир в зоне специальной операции, никто из них не отошел в сторону. И все пошли защищать нас. И молодыми все шагнули в вечность. И наша задача – помнить все данные. Спасибо управлению нашей по физической культуре и спорту, что вот очень приятно, если кто обратил, этот традиционный будет турнир в памяти ребят, погибших в зоне специальной операции. Пока мы о них помним, они живы, они знают. На мероприятии присутствовали представители администрации, жители, родные и близкие погибших героев, а также их сослуживцы, для которых очень важно, чтобы их товарищи не забывали. Я представитель 45-й бригады, воздушный десантный войск, гвардии Капитан Крупенко Александр Александрович. Мы приехали сегодня по случаю казальщины гибели нашего товарища Никиты Шерцова, нашего близкого друга. И мы очень рады присутствовать на таком мероприятии, как это, которое проводится в честь памяти наших товарищей погибших. Спасибо вам огромное, родственники погибших, родители, мамы, папы, жены, за то, что вы воспитали таких ребят, которые ценой своей жизни защитили интересы своего народа, своей страны. Спасибо вам огромное. В турнире памяти погибших в зоне СВО жителей станицы Анастасиевской приняло участие 35 юных спортсменов. Каждый из них пришел сюда, чтобы победить. Поэтому сладки были очень напряженными и зрелищными, а зрители как могли поддерживали борцов. Все, пошла борьба, упорная. Можно в один захват и сделать прием. Вот борец в красном тригу пытается забежать назад, у него, получается, зарабатывает два балла. А им сейчас тяжело, пишать воздуха не хватает, мы и все болят. Но они терпят. Живо! 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 Первые победы и первые поражения даются очень тяжело. И не всегда удается справиться с эмоциями. Но именно так, в борьбе и в преодолении себя воспитывается характер настоящего мужчины. Эти юные спортсмены – будущие защитники Отечества. Свои победы на этом турнире они посвятили своим более старшим товарищам, которые с честью выполнили свой воинский долг и на которых они теперь будут равняться. Анна Монастыренко, Станислав Барбыко, программа «События». Экболия Монастыренко, Станислав Барбар poetry, Алексей. Продолжение следует...